Ууу, неужели она купила петличку? Да, это единственный способ снимать в Нью-Йорке, чтобы города хотя бы было на 5% меньше слышно. Давно я хотела снять это видео. Всем привет! Сегодня я хотела поговорить с вами про YouTube перегорание. Для всех моих зрителей, кто занимается тем, что любят, это видео для вас. Так что то, что я говорю YouTube перегорание, вы это можете в любую сферу своей жизни, чем вы занимаетесь. Графический дизайн, художники, музыканты, вот что угодно. Не обязательно творческая профессия, что угодно. Программист, чем бы вы ни занимались, и если вы это любите. И именно снять это видео я решила после просмотра одного из выпусков Филиппа Дефренко. Он немного про это говорит. По-моему, видео так и называется YouTube Burnout. И мы немного об этом говорили уже соседы Сахарок. Я оставлю этот выпуск, я очень люблю этот эпизод в постели с... Мы как раз говорим о важности отдыхать. И Филипп говорит об этой цитате, но я бы хотела с нее начать, чтобы вы понимали. Главный тезис, наверное, с которым я не согласна, и с которым, в частности, Филипп тоже не согласен, это цитаты, которые, знаете, в Тамблере очень популярны. Вообще, цитаты Тамблера. У меня есть отдельная папка цитат Тамблера, с которыми я хочу просто снять видео. Есть очень много крутых цитат, реальных людей, которые могут в любой области жизни тебя вдохновлять. Но есть такая хрень, и вот это одна из таких хрений. Суть этой цитаты такая, что найди дело, которое ты будешь любить, и ты не проработаешь ни одного дня своей жизни. Это хрень. Я вам скажу вот что. Найдите дело, которое вы будете любить, и вы будете работать как никогда в своей жизни. Вы будете работать 24 часа в сутки. Вы будете только об этом думать, вы будете только об этом говорить. Это будет ваш главный фокус в жизни. Вы будете все свое здоровье на это убивать, все свои часы. Вы будете пренебрегать отдыхом, сном, потому что вы так любите это дело, потому что вы находите в нем и комфорт, и сложность, и задачи, и рост. И вам постоянно хочется совершенствоваться в этом, то есть делать лучше, больше, соответственно, убирать все, что вам кажется не необходимым для этого дела. И, к сожалению, очень часто этим необходимым делом кажется отдых, сон, еда, время с любимыми и близкими. И это то, как раз, чем я, назовем это, страдала, вплоть до, наверное, 23 лет. Вообще идеальная аналогия с YouTube-перегоранием, вообще что это такое? Это вот как белка в колесе. И я думаю, в большинстве сфер это примерно то же самое. Ты как белка начинаешь крутить, крутить те колеса, ты входишь в ритм. В моем случае это вот когда я только начинала снимать видео каждый день, я вошла в ритм съемки и монтажа каждый день, я выкладывала видео каждый день. Ты набираешь темп, и ты понимаешь, что ты не можешь остановиться, ты должен крутить, чтобы не выпрыгнуть из колеса, чтобы ты остался релевантным, чтобы ты не потерял интерес аудитории, интерес работодателя, клиента, чтобы ты просто оставался на вершине своего дела. В тебе начинает жить вот этот страх остановиться, что ты не можешь остановиться, потому что иначе ты просто выпрыгнешь из этого колеса, и ты не знаешь, чего при этом тебе это будет стоить. Вот это YouTube-перегорание. И первый раз, как я сказала, у меня это было именно когда я снимала видео каждый день в течение 10 месяцев. Это были удивительные месяцы моей жизни. И если я сейчас посмотрю на свой канал, я, скорее всего, смогу найти примерно период, когда я стала уже перегорать. И дело было не в идее. Честно, в самой себе я могу сказать, что не было ни одного видео, которое я бы сняла на отъезд просто так, просто потому что нужно было что-то сделать. Нет, у меня всегда наперед 5 видео есть точно. Но когда я начала перегорать, когда я именно стала задумываться о том, что я не могу остановиться, я в принципе не помню, когда у меня был отдых, отпуск. То есть на сегодняшний момент, вот за эти 5,5 лет на канале, я не помню ни одного отпуска, отдыха, где я бы ничего не делала, где я бы действительно ни день не снимала, не монтировала, не занималась магазином. Такого пока еще не было. Но в этом году я обязательно себе устрою недельный, без камеры, без компьютера. Но отпуск, тем более тот, который в идеале, не знаю, неделя-две, где ты вообще ни в каком аспекте не занимаешься своей работой, это роскошь, это здорово, но это даже не обязательно, чтобы этого перегорания не случалось. Для себя, вот для, знаете, такого стабильного поддержания нормального, сплансированного состояния в жизни, эмоционального, нервного, и чтобы это при этом положительно влияло на мой работоспособность, это реалистично делать себе хотя бы полдня в неделю отдыха. В идеале это воскресенье целиком, но реальность показывает, что это полвоскресенья, и в принципе этого хватает. Но только честно отдыхать, это полвоскресенье проводить только сама с собой. И недавно, когда у меня была череда гостей, я очень сильно в какой-то момент почувствовала, что я пропустила уже второе воскресенье, что уже второе воскресенье подряд я не одна, и это очень сильно на моем настроении сказалось. Я не случайно не могу жить ни с кем, потому что мне нужно мое пространство, мне нужно возвращаться домой и быть сама с собой. Когда мне нужно будет с кем-то встретиться один-один, я это сделаю, но то, что возвращает мне именно вот этот эмоциональный баланс, это время сама с собой. И именно поэтому воскресенье, первое полное дня, я ничего не делаю, я отдыхаю, я стараюсь вообще не пользоваться техникой. Если это дома, значит я дома провожу время, я кайфую от того, что я в своем пространстве, я могу его как-то облагораживать, ухаживать за своими растениями, может быть что-то убрать, где-то порядок навести с недели. Если это за границей, как сейчас, поход в музей, просто прогулка, это пробежка. Я очень люблю брать журналы, вот просто взять несколько журналов, пойти в кофейню или библиотеку и просто смотреть журналы. Я умолчу про то, что на книге иногда не хватает времени, сил, на журналы даже. Я получаю удовольствие от того, что я читаю журналы. То есть перед тем, как купить журнал, я посмотрю на его цветовую палитру, я посмотрю, какие есть интервью, какие есть статьи. И я беру этот журнал с целью почитать. И они так очень часто и остаются непрочитанными, нетронутыми. Поэтому, опять же, в какое-нибудь воскресенье просто взять и почитать журнал, это такой кайф. Также, что мне очень помогло и то, чего мне очень не хватало вот все предыдущие годы, это люди, не один человек даже, а вот несколько людей, которые бы мне сказали о том, почему так необходимо отдыхать. Потому что раньше, знаете, особенно в подростковом возрасте, ты слышишь, что тебе нужно больше отдыхать. Ты такой, я хочу работать, я нашла свое дело, я становлюсь успешно в том, что я делаю. Мне не нужен отдых, мне не нужен сон, я вся такая бодрая, и я кайфую от своего дела, я бодрость получает от своего дела. Да, но это не долгосрочно. Я действительно настолько большой кайф получаю от того, что делаю, что это мне еще и энергии дает. Но это еще сильнее и быстрее просто тебя ведет к перегоранию. Два человека, которые мне очень помогли в этом, вот именно своим советом, словом и делом главное, люди, которые не просто мне говорят, что о, тебе нужно отдыхать, нет, а которые делают своим примером, показывают, как отдыхать, почему это важно. И смотря на них, я видела, как они успешно справляются со своим бизнесом, как они при этом, не торопясь и живя в моменте, отдыхают со своими любимыми или сами с собой, как они без суеты это делают. И как это положительно влияет на все остальные аспекты их жизни. Это Маша Фиксина, это Света Ефремова, Света Сахарок. С обеими я снимала в постели С, поэтому я оставлю видео с ними. Я их инстаграмы оставлю внизу, потому что две девушки, которые, за которыми, мне кажется, нужно следовать. Они еще одни из тех людей, которые пишут что-то в инстаграме, в отличие от меня. Я в основном просто свои эмоджи с леопардом ставлю и все, call it a day. От них и в комбинации вот с этим уроком на английском языке, когда мы, ну, по сути, скорочтение на английском языке, как быстро читать на английском, делать паузы. Я об этом как-то уже говорила, что парадоксально, но если ты делаешь паузы, каждый раз, когда нужно сделать паузу, ты быстрее читаешь, чем люди, которые не останавливаются. И вот Маша и Света мне тоже этому же научили в жизни, что отдыхая и восстанавливая силы, посвящая время массажу, это даст тебе силы и это тебя зарядит, потому что ты сделал эту эмоциональную, физическую разгрузку, которая тебе и позволяет дальше работать. Так что мой путь это минимум полдня воскресенья, они только мои, они ничьи, ни с моими подругами, ни с парнями, ни с кем, они только со мной, с моим пространством, с моими желаниями, потребностями, они только мои. Также, что мне помогает, это ежедневник. У меня не зря в моем наборе стикеров есть отдельные наклейки day off. Я их для себя делала, что я себе каждое воскресенье, у меня уже до конца года, day off, воскресенье, полдня, day off, потому что иногда я могу забыть, и когда я с кем-то назначаю встречу или съемку, я вижу, о, у меня пустое пространство воскресенья, давай сюда впишем. Нет, у меня воскресенье не тронуто. Нет, воскресенье у меня заблокировано всегда для меня. И, наконец, это, опять же, для людей, которые плюс-минус могут себя идентифицировать с моей деятельностью. Когда у вас свой бизнес, когда вы фрилансер, у вас творческая профессия, вы совершенно не в состоянии заниматься какой-то финансовой составляющей, бухгалтерией. Вам нужен юрист, вам нужен ассистент. Ассистент, найдите этих людей. Бухгалтерия, юристы, это все, что на аутсорсинге можно найти. Ассистент — это спасение. Подумайте, на что вы тратите слишком много своей энергии, что вы могли бы передать другому человеку, чтобы больше заниматься тем делом, которым вы хотите заниматься. Я надеюсь, что кого-то из вас я тоже вовремя, может быть, подцепила и опустила вас. Это очень важно — сделать вдох, опуститься и понять искренне, честно у себя спросить, вы достаточно отдыхаете? И раз в какое-то время, раз в неделю, раз в две недели, раз в три дня, сколько вам нужно времени, чтобы отдохнуть, чтобы восстановиться, чтобы вы могли дальше работать? Так что всем моим любящим свое дело продолжайте любить свое дело, продолжайте жить этим, продолжайте работать так усердно, как вы можете. Но отдыхайте и любите себя, и заботитесь о себе. Потому что если вы не будете этого делать, вы не сможете заниматься тем, чем любите. Напишите внизу ваши мысли по поводу этого, и, может быть, какой-то опыт, как вы к этому пришли, и что вы любите делать. Это тоже очень интересно. Может быть, кто-то найдет для себя какие-то занятия, которые также им помогут отдыхать и восстанавливаться. Я пошла дальше в Шум на Нью-Йорк, а с вами увижусь завтра. Чао! Субтитры подогнал «Симон»!